Здарова, народ! Добро пожаловать на канал! Сегодня хочу вам показать, как выглядит игра Cyberpunk 2077 с патчем 1.5, который вот-вот только что вышел буквально. С пылу-жару снимаю вам этот ролик, только закончил стрим. Играл, соответственно, на компьютере, на мониторе, Full HD. Картинка там совсем другая, ну, точнее, я предполагаю, что другая. Поэтому снимаю сейчас с 4К телевизора. Модельку напишу в описании под стримом. Размер телека 50 дюймов. Как вы знаете, на серии SS оптимизацию завезли такую себе. То есть 60 фпс никаких нету, игра работает в 30 фпс, но зато в 2К разрешении. Что добавили разработчики вообще, в принципе, в эту игру для серии SS? Они улучшили освещение. Оно стало действительно объемным. Некоторые миссии мы играли на стриме. Прям очень красиво выглядели. Особенно там начало игры за корпоратом мы начали. Выглядело прям очень достойно. Улучшили тени. В том числе, например, есть такие моменты, где идет дым. И на дым падает тень. И сквозь этот дым проходит. В общем, выглядит супер прикольно. И это на серии SS картинка. То есть как бы о многом говорит. Давайте сейчас вызовем какую-нибудь машину. К ролику вообще не готовился. Поэтому, ребят, извините, если я буду тупить, что-то не договаривать или молчать. По сути, такой прямой эфир только с 4 катериток. Ну куда машина-то приехала? Я же ее вызвал. Вызвал. Кстати, на стриме сразу же, буквально через 5 минут, как мы начали играть, у меня вылетела игра. Посмотрим, будет ли здесь такая ситуация. Да, машина моя приехала снизу. Я, собственно, так и думал. Может, оценить, как это выглядит на 4 катерике. Очень красивое освещение. Его тоже, кстати, подтянули. Отражение подтянули. Блики добавили. На машине, на солнце. Прям это очень заметно. Также заметно подняли отражение на автомобилях. То есть ночью это особенно видно. Но это, знаете, так на самом деле по мелочи. Потому что в каких-то моментах это все выглядит не так круто, как хотелось бы. И вообще мы рассуждали тоже на стриме с ребятами, что, блин, почему было не выпустить Full HD и 60 FPS. Это было бы, наверное, намного интереснее. Тем более это экшен от первого лица. И тут это достаточно критично. Именно в этой игре тут нужно много прыгать, бегать. Особенно, когда много имплантов уже под конец игры. Конечно, хочется больше динамики. А 30 FPS этого не дает. Но, как я уже много раз говорил, Xbox Series S это не про 60 FPS, к сожалению. Это про возможность, в принципе, играть в игру. Какую-нибудь новую. И не думать об апгрейде ПК. Или о покупке какого-то дорогостоящего оборудования. Там видеокарты за 300 тысяч. И так далее, и тому подобное. Играем, наслаждаемся. Игра есть уже хорошо. Я думаю, многие придерживаются такого же мнения. Ну, а если хочется чего-то крутого, конечно, лучше играть на PS5. Там еще завезли с оптимизацией и триггеры. Вот эти вот, их обратная отдача тактильная, очень крутая. Уже мне отписались ребята, что ощущения бомбические. Ну, собственно, ничего другого я не ожидал. Ну, вы, я думаю, можете оценить, насколько прекрасно выглядит игра. На 4К телеки. Сейчас тени мигали. Ну, это нормально. Для киберпанка это нормально. Картинка очень четкая. Очень четкая, очень сочная. Давайте поменяем время суток. Например, выберем день. Какой-то странный день, как будто ночь. Может быть, все в тучах. Ну, да, в каком-то тумане, в дымке. А ну, вот, все день загрузился. Ну, кстати, днем картинка уже не кажется такой суперчеткой. Вдали не очень прорисовка. На телефоне, точнее, на камере этого, наверное, не видно будет. Но я так смотрю, что если дальше смотреть, в принципе, докопаться можно. Но это в любом случае лучше, чем было. Но хуже, чем хотелось бы. Будем честны. На самом деле, кстати, текстуры, вот, например, асфальта вот здесь, прямо вообще ужасные. Такое ощущение, что они не прогрузились. Ну, или прогрузились, но они очень плохого качества. Кстати, дорога почему-то... Сейчас я ночь врублю. Почему-то кажется, как будто металл. Кусок металла. Я не знаю, будет ли это видно на камере. Ну вот, да, наверное, это будет видно. Смотрите, как отражения падают. На серую часть выйдем. Серая часть, она очень сильно напоминает металл. Здесь с какой-то текстурой. Здесь, наверное, не в счет надо выехать на какой-то обычный нормальный асфальт. Здесь тоже какой-то текстурой. Ну, в общем, если такой асфальт найдем, я покажу. Ну, в общем и целом, выглядит прикольно. Отражения есть, лучше, чем были. Не идеальные, конечно, но все равно прикольно. Выглядит все это, ну, посмотрите. Ну, кайф же. Ну, кайф. Просто бомбически. Это серия S. Это стабильные 30 фпс. Да, не 60. Но от стабильных 30 фпс, я думаю, нужно отталкиваться еще и от этого. Знаете, как классно отражаются в дороге все эти лампы неоновые. Как это все добавляет атмосферы. Конечно, поляки, как бы мы их ни ругали, они все-таки ребята молодцы. Вот раз свет подрубился. Ну, баги есть. Баги никуда не ушли. И такое ощущение, на самом деле, с этим патчем, поскольку мы сегодня играли на стриме, и вот сколько вот сейчас я показываю, то появляются тени, то текстуры, то свет. Багов стало больше, чем было. И это прям, ну, только расстраивалось. Смотрите, видите, опять сейчас мегали тени. Это не может не радовать. В общем, точнее, не может не расстраивать. Наоборот. Наоборот, это все расстраивает, конечно. Хочется стабильности. Прошел год все-таки. Они такую, типа, конференцию создали. Блин, конференция один смех. Просто на Твиче играли в киберпанк. Ну, это вот я сижу, играю в киберпанк, а вам рассказываю. Это можно назвать конференцией? Наверное, нет. Наверное, я не провожу конференцию. Наверное, я просто рассказываю, причем, ну, можно сказать, в формате лайф. То есть я это даже не буду редактировать, я это выложу прямо сейчас на канал. Вы это увидите. Пока впечатления мои теплые и горячие, я ничего не придумываю, текст не составлял заранее, все на ходу, как Чукчак. Все, что вижу, то и говорю. Но выглядит красиво. Я думаю, что многие согласятся. Для самой бюджетной домашней консоли это круто. Ну, уверен, что на One X или на PS4 Pro такой картинки точно не будет. Как бы кто что ни говорил. Так, я предлагаю посмотреть еще, съездить за городом, все в городе и в городе. Посмотрим, как выглядит пустыня. И на этом все. Так, нам нужно найти, наверное, карту. Карта, кстати, тоже изменилась. Изменились значки. Не знаю, удобно это или нет. Ну, вроде как стало удобно. Это все можно фильтровать по заданиям, по доп-заданиям каким-то. Точки быстрого перемещения здесь есть. Так, нам нужна какая-то. Ну, давайте вот эту возьмем. До нее... До нее, правда, бежать надо не очень удобно. Да, но мы сейчас попробуем. Ой. Так, я не очень понимаю. Не буду забраться, как по карте мне бежать. Так, я предлагаю... Я предлагаю в таком случае выбрать другую точку, потому что эту я не понимаю. А, это квартира в Джапантауне. Ну, ладно, это, наверное, быстрее же будет. Сто пудово. А, вот здесь, наверное, надо было спуститься. Все. Вон там эта точка. У нее так падает, как будто у нее изо рта вылетает кровь. Так. Ну, пустынь. Я даже не знаю, куда лучше. Давайте сюда, и здесь прокатимся. Кстати, пишите в комментариях, как вообще вы смотрите на эту оптимизацию, как вам, в принципе, игра, как она сейчас выглядит, стала выглядеть на серии СС. Заметили ли вы какие-то изменения, потому что, ну, лично я заметил их не сразу. Они есть, да, но немного. Ну, днем это выглядит так. Не шедевр, не шедевр. Но, опять же, точно не хуже. Картинка четче. Это главное. Сейчас я сделаю на вечер. Вечер все-таки, вот, вечер в игре сделан круто. Вот киберпанк для того, чтобы играть только ночью, в нем ездить. Потому что... Потому что, потому что. Сейчас здесь будет очень прикольно. О, что это за баги? Что это? А, это буря песчаная, лол. Сегодня эта буря меня преследует, что на стриме преследовало, что здесь я вам записываю. Ну, что поделать. Ну, выглядит, кстати, нормально. Ну, картинка прям четко. Очень атмосферная картинка. Не знаю, как вам, но, как по мне, прям огонь. И все, проходит. Как я не знаю, почему, но не включаются фары в автомобиле сами. То есть, я не знаю, в какой момент они должны включиться. Ой, кнопки отдельные, которые включают фары, нет. Ну, то есть, они как бы горят, но от них света нет. Ну, это тоже какой-то баг. Может быть. Они включались, когда я, ну, на стриме, по крайней мере, когда я подъезжал к освещенной местности. Но здесь все-таки не врубается. Потому что очень интересно пурки. Не видно ничего из-за того, что фары не включены. Ни хрена не видно. Можно, конечно, сейчас перейти в какую-нибудь тачку. У них-то фары включены. Вообще, выглядит красиво. Я, если честно, даже сделаю скриншот, потому что выглядит это прям бомбически. Мне кажется, это будет отличная заставка для этого видео. Вот какой-то свет. А, вот, наверное, свет от моих фар. Он, наверное, остался здесь. Ну, давайте представим, что моя машина светит. Ну, кибербак, ребят. Что поделать? Ничего не поделать. В общем, такая ситуация. Наверное, на этом все. Не знаю, что еще больше сказать. Смотрите мой стрим. Там я описал все, что можно. Ссылка на стрим в описании будет. На этом все. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...